Под тенью великовозрастных дубов и клёнов сегодня работают люди и техника, но совсем скоро шум стихнет и территория преобразится. Ещё год назад жители микрорайонов вблизи Барбошиной поляны мечтали о том, чтобы в овраге за зданием 154-й школы появилось пространство для прогулок и спокойного отдыха. Желания самарцев сбылись. Уже в начале этого года зелёный азис начали благоустраивать. Долгожданный сквер, который назвали дубовой рощей, будет одним из самых лучших в городе, с уверенностью говорят жители микрорайона. За ходом работы они наблюдают с самого начала. 1 сентября нам обещают это закончить, ну пусть к 15-му, 10-му, не важно, это всё очень в ближайшее время. Мы очень рады, благодарны администрации, району, города, что такие вот идеи, где жители политическую волю свою, так скажем, сегодняшним языком проявляют, настойчивые, в хорошем этом смысле, что они это видят, идут навстречу и помогают. И мы очень рады, что когда этот проект будет сделан, здесь действительно будет уникальное место, хорошее. Благоустройство дубовой рощи на этапе завершения. Подрядчик преодолел планку в 80% готовности. Работы идут по проекту «Содействие», который инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Главная особенность – привлечение жителей и их активное участие как в проработке проекта, так и в инспекции хода благоустройства. В том числе, благодаря этому, на территории дубовой рощи удалось сохранить значительную часть деревьев. Это и является основной особенностью данного проекта, в том числе, да, это прямое участие как в выборе территории, которую необходимо благоустроить. Это прямое участие как в проведении работ по благоустройству и, соответственно, в приемке, ну а в дальнейшем эксплуатацию данной территории. Потому что все-таки мы ее делаем для жителей, чтобы они пользовались этой территорией и чтобы такие вот территории, они, собственно, развивались. У будущего сквера давняя и интересная история. Как вспоминают старожилы, среди этих дубов даже снимали эпизоды фильма «Тимур и его команда» по одноименной повести Аркадия Гайдара, рассказывает председатель ТОСа промышленного района Дмитрий Пикулок. Поэтому благоустройство территории для жителей значит многое. Благоустройство – это тоже рождалось не сразу. Это очень длительный процесс. Ведь когда-то здесь стояли гаражи. С 16-го года жителями началась работа вот потому, чтобы эти гаражи отсюда потихонечку убирать. Потом была восстановлена дорожка тротуарная. Затем был построен сквер «Солнечная поляна». В сквере Дубовая роща скоро установят новые лавочки, освещение и урны. Уже сейчас рабочие заканчивают прокладку прогулочных троп из плитки. Кроме того, здесь появится специальная тренажерная зона для молодежи, где можно будет заниматься воркаутом. Обновленное пространство обещают сдать в ближайшее время. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.